Hello everybody, hi my students, hello friends. Сегодня воскресное чтение у нас. Но вчера вот мы говорили, забыли сказать, что седьмое число-то вчера, то есть позавчера было, да? И минимальная стабильность у нас была, да? И важные события забыли упомянуть. Ну, кроме всех тех приказов на уничтожение, да? У Такаева потом вертолёт, там и другие события. Но ещё было важнейшее событие. Горели склады в Химках продовольственные. Вот это первый раз было сообщение за очень многое время. То есть уже, как говорится, вот эти, как говорится, руководящие Хаббат, незапрещенные в стране, да? Хаббат подожгла продовольственные склады. Как тогда фашисты подожгли Бадаевские склады в Питере, да? То есть намёк нам сделан, что если вы будете, как в Казахстане, то мы вам это, продовольствие, как говорится, пайку отрежем. И сделаем вам Питер. Как вот вы голод в Питере сделаете, да? И с этого момента, видимо, будут эти склады, так же, как вот взрываются периодически с боеприпасами, всё это уничтожается, боеприпасами, так будут уничтожаться все склады продовольственные. В результате, ну, естественно, что будет. В результате это понятно. То есть фашизм набирает обороты, в принципе, на территории уже Российской Федерации, а это не в Казахстане. Вот таким образом. Ну, вернёмся мы в важные сегодня у нас события, в воскресенье. Поэтому мы займёмся, следующий эпизод рассмотрим, дело, дело об убиении Сына Божьего, да, мы рассматриваем. И рассматриваем эпизоды, там, где все четыре евангелиста дуют в одну дуду, вот рассматривают отдельные эпизоды. И этот эпизод именно у всех четырёх евангелистов рассмотрим, каждый эпизод. Ну, там насчитали где-то там одиннадцать эпизодов, и уже он нас несколько рассмотрен. Сейчас вот рассмотреть какой эпизод. Суд Синедриона. Очень важный момент, да? Когда, значит, Иисуса Христа связали и взяли в Гессиманском саду, когда привёл этот лепший друг, как говорится, Иуда Искариотский, привёл туда всех книжников, фарисеев и вооружённых людей палками, дубинками и кольями. И его забрали, связали и повели, естественно, куда его повели, да? Вот повели на суд Синедриона, да? А что такое Синедрион? Синедрион – это первосвященники, книжники, старейшины, вот, и все такие прочие фарисеи, да? Обслуживающие там, служащий персонал. Ну, вот рассмотрим. Значит, здесь особенность, сразу скажу, что очень важная особенность, которая разделяет апостолов на два лагеря. Первые – это Матфея и Марк, а вторые – Лука и Иоанн. Именно по этому эпизоду. Почему? Потому что этот эпизод Синедриона Марк и Матфея рассматривают подробно, в чём образом, то есть достаточно подробно. А, значит, Лука, если в предыдущих эпизодах Лука был многословен и давал много дополнительных фактов, которые не упомянуты были ни у кого, то в этом эпизоде Синедриона он умолчал и очень кратко выступил. И там Айян вообще немножко извратил, можно даже сказать. То есть он направил сначала Иисуса к Канне, то есть к зятю первосвященника Каиафа. Каиафа был первосвященником в Иерусалиме в то время. И направил к Канне сначала. И там показано было, как был избит Христос имену Анны. А одна только фраза, что потом его повели к Каиафе. И всё. Первосвященник. То есть это говорит о том, что, значит, отношение к первосвященнику. И там же по Старому Завету сказано, что нельзя хулить первосвященника, нельзя хулить и нельзя его перечить. В этом отношении, значит, Лука подчиняется как бы более законопослушно, чем Матфей и Марк. В этом отношении. То есть боятся они прикоснуться, даже осудить, да пусть он даже несправедливо судит этот первосвященник, но они боятся нарушить закон. То есть они на стороне закона и немногословны в этом эпизоде. Вот рассмотрим, что тут делается у нас с Матфеем, да? Или там где у нас Матфея. Сейчас Матфей посмотрим. Вот он Матфей. И взявшие Иисуса отвели его к Иаафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Ну, сразу к Иаафе, да? Не то, что в Иоанна. И, значит, Петр же следовал за ними, издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Видеть конец, да? Это одна и мать родная не узнает, какой у парня был конец. Первосвященники и старейшины, и весь сильный дригон искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали. Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Криминал какой, да? И, встав в первосвященник, сказал ему, что же ты ничего не отвечаешь в ответ. Вот обвинение такое, что серьезное. Ну, какой-то строитель-то хороший. Можешь даже в три дня воздвигнуть, разрушить весь храм. Вот. Не отвечаешь. Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, как вот, что ты мне удача, это зигзаг удачи. Там вот этот артист Леонов, да, пать порву, моргал и выкалю, да, разодрал майку артист Леонов. И здесь также вот первосвященник, видите, показан первосвященник здесь явно идиотом, да? Ну, вот и Иоанна, и Лука, и осторожно. Вот таким образом, то есть он порвал, разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? То есть свидетелей двух достаточно, да, это вполне, чтобы осудить, и дальше можно не разбирать, богохульствует. И теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется, они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, то есть по ушам били, а другие же ударяли его полонитом, по щекам, и говорили про реки нам, Христос, кто тебя ударил. Вот, то есть игра такая детская была, при советской власти тоже, о школьной, на перемене, когда сзади подходили, хлопали, и вот так палец, покажи, кто тебя ударил, да? И здесь также они издевались над сыном Божьим. Вот таким образом, видите, довольно подробно, и то, что первосвященник разоразал, разоразал, золоченая одежда, ты себе подрал, этого, представьте, первосвященник у нас Кирилл, да? И вот к нему привели там кого-то, он порвал одежду и сказал, да я за папу Римского, жизнь положу за папу Римского, да? Сейчас они дружат с папой Римским. Вот таким образом, а если его начнешь обличать, он пасть порву, моргала, выколю, так. Так же это первосвящение против Иисуса Христа. Ну ладно, давайте посмотрим, что пишет на эту тему Марк. По этому эпизоду рассматривает. Вот взятие. Да, и привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Уже не один был первосвященник, но от каждого храма, наверное, от каждого города. И старейшины, и книжники. Петр издали следовать за ним, даже внутрь двора первосвященникова. И сидел со служителями и грелся у огня. Вот это как конец уже не ждал, а просто грелся у огня. Значит, первосвященники же и весь Синдрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. Но они уже заранее хотели его предать смерти. Почему? Потому что идея была Каиафа, Каиафа заранее сказал, лучше одному человеку пострадать за народ, чем весь народ погибнет. Потому что там ситуация была такая, что весь народ был за Иисуса, потому что он бесплатно цилил и царем уйдейским хотел. А это вопреки императорской римской власти. Значит, под угрозой стояло истребление всего еврейского народа, как они считали. Поэтому жертву, ну как бы жертву, ритуально жертву, как у языческих племен. Самого лучшего берем и у них его уничтожаем. Дальше, значит. Первосвященники же и весь Синедрен искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие уже здесь лжесвидетельствовали на него. Но свидетельствов сии не были достаточны. И некоторые, встав лжесвидетельствовали против него и говорили. Мы слышали, как он говорил, я разрушу храм, сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворный. Но и такое свидетельств их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил у Иисуса, что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал, ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал, я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разотрал тоже одежду свою и сказал, зачем нам еще свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его виновным в смерти. И некоторые начали плевать на него. И закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. Ну, кто ударил? И слуги били его полонитом, по щекам. Вот это второе, тоже достаточно подробное издевательство было при Каиафе. Уже в доме Каиафова. А они в этом, у Анны, да? Как пишут сейчас, скажем, Иоанн. Кто тут дальше у нас? Лука, да? Ну, Лука у нас что свидетельствует? Взяли его и повели, и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издалека. И дальше, значит, перерыв большой, описывается про Петра, что он там делал, что со служанкой разговаривает. И как настал день, собрались старейшие народы, первосвященные книжки, ввели его в свой сенитрион и сказали, ты ли Христос, скажи нам. Он сказал вам, если скажу вам, вы не поверите. Если же, спрошу вас, не будете отвечать мне и отпустите меня. Отныне син человеческий воссядет одесную силу Божию. И сказали все так, ты сын Божий. Он отвечал, вы говорите, что я. Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его. Ну, и дальше они уже его осендренно дальше повели по направлению к Пилату. И вот Иоанн пишет, что... Так, а чаши... Вот так. И отвели его сперва к Анне. Вот Иоанн пишет. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафи, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Вот. Ну, первосвященники же спросили Иисуса об учениках его, ну, и об учении его. Иисус отвечал ему, говорил явно мир. Я говорил явно мир. И всегда, и в синагоге, и в храме, где иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Когда он сказал, это один из служителей, стоявших близко, ударил Иисус по щеке, сказав, как ты отвечаешь первосвященнику? Ишус же отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? И, в общем, Анна этот послал его, связанного к первосвященнику Каиафе, ну, своему зятю, да? Вот таким образом. Ну, Сим уже стоял и грелся. Вот. А уже и все. А Каиафа повели в приторию уже. Таким образом. То есть Иоанн не пишет ничего особо про первосвященника, а весь вот это унижение все показывает, что одним ударом ограничился по щеке у этого, у Анны, зятя первосвященников. Вот таким мы видим, да, что, в общем-то, разнообразно были эти четыре апостола в своих свидетельствах, и показываются они совсем не одно и то же. видимо, это это вот неоднозначность, она говорит о многом. Во-первых, отношение к первосвященству у них, значит, более почтительное, чем у Марка и Матфея. Во-вторых, значит, эпизод переворон у Иоанна, ну, не переворон, значит, введен новый персонаж, который издевался над Иисусом Христом, а первосвященник Криафа вроде как бы не рвал одежду, да, ничего на себе не рвал. Вот таким образом, что еще можно сказать, путаница, показания, да, то есть основной документ, ну, как бы, это программа КПСС, а здесь называется Священное Писание, ну, то-то тоже программа КПСС, как бы, да, программа церковная. Мы видим, что она, ну, требует доработки, как говорится, доработки, да, откуда взяты эти показания, как они туда попали и кто их писал, эти показания, кто туда ввел. Ну, в связи с революцией в РПЦ, когда мы полностью, не мы, а руководство РПЦ легло под Папу Римского, собственно, там ползает где-то в Ватикане, ну, вроде насекомых там у него, у Папы Римского, он даже не всех принимает из этой, из РПЦ, да, и разделили там они украинскую отдельно, московскую отдельно, чего хотят, то и делают. Вот, таким образом. То есть, мы видим крушение, собственно, крушение РПЦ. Ну, и плюс к тому же, что надо сказать, что вообще понятие, когда говорят, вот русская православная церковь, а церковь не может быть ни русской, ни татарской, ни казахской, а только одна единая церковь Божия, Божия, да? Почему? Потому что, когда мы национально сюда показываем, националист, то мы тем самым зачеркиваем, как бы, другие националисти, и у нас, как бы, ну, элемент фашизма уже национализма есть. А религия, она национализм не перенитает. И даже написано, что вот свидетельство об Исусе Христе, для него были нации все равны, и наоборот, он пришел к своим, а его не приняли. А другие его приняли, даже не видев его. И верили вот таким образом. То есть, вера была больше в других народах, чем в своем, куда он пришел к своим народам. Таким образом понятие, раз вот мы увидим русская православная церковь, все, ходить туда нельзя, это националистическая, ну, типа фашистской, религиозной, фашистской организации, ну, типа, вот как церковник, кромовники, и все такое прочее. Поскольку там, во-первых, хотя она написана русской, но там ни одного человека русского нет. Ну, может быть, где-то там за штатный попик, где-то, маленький приходик, там маленький приходик, там где-то какой-нибудь там есть попик сидит, русский. это только в деревнях. А здесь, где вот мерседесы, делят там это все храмы, гостиницы у них, там эти все злачные места, вот, это, там русских никого нету. И вот и называется русский. А тогда чего? Ну, так же, как вот фашисты, они тоже называли себя рийцами, немцами, настоящие немцы, а на самом деле кто они были? Ебель, Гитлер, Гимлер, Тамкальтенбрунер, Борман, это все были евреи. А по крайней мере, как минимум наполовину. Вот, как минимум, это никто не вычитал, но не менее половины. А некоторые даже еще и больше, как Розенберг, допустим, идеолог, который из России, приехал из России. Поэтому вот смешивание религии с национальностью это война. Это война и война, как говорится, на истребление народа. Вот как было побоище все вот эти-эти. И это было на национальной основе было сделано, выполнено. И взаимное уничтожение собственно народов таким образом. И мы видим, что христианство, оно было сплошь сопровождалось этими войнами. То есть, оно возбуждало эти войны. Потому что нужно было новое паство и новые территории. Потому что территорием владели в основном церковники и цари. Администрация и цари. Вот эти вот, да. И религиозные, как бы, это идеологическая составляющая императорской власти. Вот таким образом. то есть, религия она была. Ленин, Ленин же все это изучил. Сейчас только вот за Лениным там немножко повторяет вот это, вот не взор, но, как говорится, малограмотно так излагает. Ну, с точки зрения бытовых проблем вот этой РПЦ, да, вот этой опущенности высших церковных иерархов, как они опущены очень сильно. Ну, это на самом деле есть, а почему оно? Ну, все, вот из национализма этого и есть. И когда опять нельзя говорить Русской Православной Церкви или Православной Церкви, а если Русская Православная, то все. Здесь уже сам себя перечеркнул, так же, как вот в Писании написано. Вот многие тут приходят, Иисус Христос своими словами излагают, многие тут приходят и называют себя евреем. Никакие вы не евреи, вы исчаде сатанину. Вот мы евреи, там вот это, как Белковский, там вот евреи, вот это, самое главное, что на Украине евреи у нас, там Зеленский, как он радовался Белковский, да. Ну, вот это и есть исчаде сатанину, вот, который упирает на этот вопрос, что на своем националисте. Таким образом, вот национальность, она всегда связана и религии тоже обслуживает эту национальность. Но если у нас русская православная церковь, то она должна обслуживать русское население. А у русское население надо геннадь садиться по всем вопросам. В том же Казахстане. Мы видим, что сейчас где-то 70% на западе, на севере Казахстана у нас осталось там русского населения, ну, русского, условно, да, русские, там немцы, в основном-то немцы же там же были в Казахстане, ну, их всех записали русскими, и сейчас их стало всего 30%. Все остальные в Германию уехали, и вот все русские закончили. Ну, вот такое дело, поэтому, что национальный вопрос его нужно четко решать, и, видимо, у Сталина было, как говорится, неправильно он решал вопрос, национально неправильно, потому что его можно понять, как император, он должен быть заинтересован в столкновении межнациональной вражды. И вот название русской православной церкви, это уже есть межнациональная рознь, значит, а там же, значит, и татары служат, и украинцы, и белорусы, и все другие народы служат. То есть русское здесь нельзя, при Шпандуре это все равно, что орица, там, и вот орица, и все такое прочее. Одну маленькую национальность, это что такое русский, это одно маленькое всего племя, оно жило на речке Русь, южнее Киева есть такая речка Русь называется, и вот русские, вот они жили вдоль этой речки, рыбу ловили, да, Яршалаим, вот, Яршалаим, и этот вот русский, они посреди других племен, поляне там были, там были и хазары, там были полосы, там, печенеги, и все такое против, и варяги, и все такое, а вот русские это маленькое всего такое племя, и выпячивайте вот так, но это равносильно тому, что вот мы, сейчас американцы все начнут, мы великий Киночетлан, мы все индейцы, вот, значит, или вот фашисты, также, вот мы арийцы, вот мы арийцы, вот мы истинные немцы, а все остальные не немцы, их надо уничтожать, это Евгенику запустить, вот таким образом, то есть выпячивание в политику, даже в политику, когда мы все время русские, вот русофоба, мы все время обвиняем кого-то в русофобии, никакой русофобии нету вообще, почему, потому что политикой русские не занимаются, это и нонсенс, да, где вы видите русского артиста, допустим, на сцене, или в думе, где вы там русского видите, вот они там вообще, ну, ну, только если белка стрелка там, где-то валька-райка там, а перестрелка они сидят для мебели, как говорит он, очень умно говорят, для мебели сидят, сидят русские, вот русские, вот и все, как этническое меньшинство, минимум, минимум из всех народов, ну, вот когда выпечивается вот это меньшинство, и с тем, как говорится, здесь есть и как раз ущербность вот этого момента, если мы слышим, вот, русофобию, там американцы занимаются русофобией, никакой русофобии нет, есть обычная борьба за экономической борьбой, а дальше политической, военной, вот, в первую очередь экономической, потом уже политической, а дальше продолжение политики, это уже война, за что? За территорию, за источники, за сырье, ну, дальше Ленина, надо читать Ленина и Энгельса, вот двух только надо читать, Ленин и Энгельс, ну, и остальные там более старинные, можно изучать, если подробно надо поднять тот или иной вопрос в социализме и в коммунизме, да, но авторитетами с точки зрения Пифагора являются только два человека, вот, я вычислил вот Энгельса и Ленина, потому что Маркс это, это наемный, как говорится, раб на галерах, он сидел только литературу собирал для Энгельса, сидел в Лондонской библиотеке и выписывал вот эти цитаты для Энгельса, чтобы он переваривал Энгельс, вот это все, вот, и в основном все идеи давал Энгельс, и от него был заказ, и, соответственно, Бакшиш ему платил, его семью содержал всю многочисленную семью и этого Маркса, четыре там дочери, что ли, и с детьями, и с детьми. Вот все это Энгельс. Вот таким образом. То есть надо национальность от религии отстегнуть, и причем резко отстегнуть, потому что дальше будет хуже просто, вот, если перейдет на национальный плюс религиозный, как это вот, всегда кончается, то это уже большая бойня, уже там миллионы, религиозная там, война этническая и все такое прочее, и с привязкой, вот, с нами Бог, как у фашистов было, на поясах ремни были с нами Бог, вот написано на ремнях, пряжки такие, металлические пряжки с нами Бог, ну, совсем не Бог, но у кого, у всех разный Бог, получается, вот таким образом, если мы русской православной церкви назвали, то у нас, значит, русский Бог, это все, значит, нас не уважать ни татары, ни это, хотя Бог-то один, для татар, и для нас, и для казахов, он один, а другое дело, что у него много детей, у Бога-то, детей возрубленных, много, это там и Аллах, и Будда, и Иисус Христос, и все возможные, там пророки, мухапи какие-нибудь, которые истину Божию докладывают, уже переводят на наш язык, законы Божьи, правильно, вот, это пророки, это и есть дети Божьи, вот пророки и дети Божьи, ну, и непосредственно, даже есть такие, которые рождены непорочным зачатием от самого, от Духа, от Духа Божьего, да, ну, это уже, как говорится, вершина вот этого, свыше человека, от начала пришел, от начала, то есть, да, там какая иерархия-то, ангелы, архангелы, начало, потом идут господства власти силы, это вот иерархия, а следующие там с Серафимой, с Херувимой и престола, ну, это уже прямо непосредственно с Богом, и Бог на них располагается, непосредственно, Дух Божий на них располагается, вот таким образом, что это, видно, что текстовка не подработана, да, вот, хотя написано, называют это священное писание, но раз русская православная церковь, мы сразу под вопросом, когда только какая-то национальность, или там вот еврейская, там что-то вот начинает, вот мы евреи, вот у нас вот это лучше, там и это лучше, все, это надо отойти от этих людей в сторону, в сторону, и подальше, подальше, как говорится, наплевать на это, это уже пропаганда, она от политики идет, от политики, где обман, где обман, потому что любое упоминание, в любом вопросе, хоть в политике, хоть в экономике, хоть в религии, хоть в упоминание национальности, это уже, значит, война, это война за вот эти силы, которые используют эту национальную карту, нельзя вот превращаться в карточную фигуру, вот на этой игральной доске, когда мы сами себя позиционируем, вот мы русские, там мы это, какой смысл, где там, кто-то генетику там проверял, где там русские, где чего, я же говорю, то русские, это очень маленькое племя, это малочисленное ощущение, и то, что вот там все, вот давай всем называться русские, вот когда мы соберемся, мы все русские, да, под этим, а тем самым мы подводим вот это маленькое племя, да, то есть мы подводим его, все нехорошие черты мы переносим на вот это маленькое племя, то есть как бы мы в жертву приносим вот это племя своим корыстным интересам, если что у нас не получится, плохо получится, мы свалим на этих русских, это все русские, все, а потом, а мы русские, а когда что-нибудь такое, надо делить, допустим, большие, то мы русские, значит, как же тут русофобия, у нас обманули, миллиард, триллион у нас украли там американцы, это русофобия, мы наворовали, мы были не русские, когда мы наворовали, в Америку сложили этот триллион, правильно, а когда вот американцы отняли этот триллион, все, мы сразу стали русские, и ближе к народу, лепимся опять народу, вот давайте, надо единство, все так и прочее, ну какой тут единственный раз, вы уже себя назвали русским, или там татарами, или кем-то, поэтому есть только единственное учение, единственная дорога, путь ин, здесь не допустим, не допустим, путь ин, нету иного пути, хотя вот они ввели, вот это в Кремль, Ельцин вел путь ин, вел его туда, вот мы иным путем пойдем, да, иным путем, но иного путем, путя, кроме социализма, коммунизма, светлое будущее, нету, но должен быть какой-то, не троцкийский вариант, социализма, коммунизма, как у нас лепил Хручев вот это, да, не на фальшивых вот этих вот писаниях, на противоречивых, это все скомпонованно, тяп-ляп, состряпана вот эта кухня, как говорится, да, межбармак-то этот, политический и религиозный, а должно быть одно единое, моноучение, которое не противоречит, а чему не противоречит, ну, основным двоим законам, два закона всего, не противоречит тому, что не отрицаем мы Бога, но в то же время мы нигде не выпячиваем, у каждого, внутри у нас таинство, как говорится, да, и второе, мы, значит, относимся к ближнему, как к самому себе, то есть мы не стараемся не вредить ближнему, не навредить, то есть как бы клятву Гиппократа, да, не навредить, как бы ему хуже не было. Ну вот, но у нас много этого пускается из-за того, что у нас именно отклонения такие, и мы видим, и сразу можем судить, вот у нас тут есть такой был, комментарий много писал, Ирдзейналов такой вот, у комментарий внизу писал, я эти удалил, у комментарий, это сплошная вот эта русская, православная, национализм, нельзя, сейчас национализм, нужно по-другому, не по-сталински смотреть, на эти национальности, а именно территориальные, почему националисты появились, по территориальному признаку, потому что природа везде разная была, но в Якутии там своя природа, свой уклад жизни, это сформировались люди под влиянием вот этих природных факторов, и земля, воздух, температура воздуха, земли, там, вода, все это, вот, складывается определенный тип людей, которые приспособлены к этому образу жизни, но сейчас другой период, когда мы имеем возможность, как говорится, в снегу-то вот не жить в этом, в иглу-то в этом, не жить, а возможность имеем строить дома, и территориально перемещать, и продукты питания, и строительные материалы, то есть обеспечить жизнь даже вот на, обеспечена она даже на южном полюсе, где-то близко там, Антарктиде, да, она там много станций, уже там больше сотни, по-моему, этих станций находятся, и живут люди прекрасно, навезли туда все, обстроились хорошо, утеплились материалом, ну, прогресс идет, он стирает вот эти грани, по укладу жизни, то есть в основном укладу жизни стал одинаков, что, допустим, оленеводы, если раньше они были оленеводы, сейчас они по-другому уже, более цивилизованные, это все делают, и пасут, и так далее, и животноводство, взять Европы, как образец, в Германии, допустим, образец животноводства, ну, и взять здесь, в Казахстане, разные вещи, но постепенно все выравнивается и оккультуривается, поэтому грани между национальностями, они должны быть стираться в каком плане? Именно в бытовом, то есть в условиях жизни, а именно они определяли вот это вот, значит, бытие вот определяло вот эти нации, национальности, но плюс язык, язык тоже, постепенно идет какая-то коррекционализация вокруг английского языка, почему? Потому что английский язык, он сейчас везде, по всему миру распространился, при этом мы совершенно даже о русском языке забываем, я говорил, что мы уничтожаем даже, преподаватели, уничтожали, при Хрущеве уничтожали, талантливых педагогов, просто убивали их, убивали, построили какие-то происшествия, все, самые гениальные, вот действительно было написано, что русского изгоев убей, то есть лучшего изгоев убей, ну и тоже национализм, национализм хаббатский, незапрещенный у нас в стране, хаббатская религия, хаббатский образ жизни и все такое прочее, ну вот оттуда и растут люди фашизма, также когда мы называем РПЦ, это тоже элемент фашизма, национализма, а где национализм, там это и есть корень всякого фашизма, ну вот на этом мы остановимся, я думаю, что у нас не такая площадка, чтобы заниматься религией, это подробно есть и академики, есть у нас профессора и доктора, и политологи, они все это знают, и у нас есть даже славяно-греко-латинская академия, вот в Сельевом посаде, раньше назывался, сейчас она Московская духовная академия называется, вот там все люди, образование вот это вот, то, что они много языков знают, там греческий, латинский, оно не дало, человеческого к ним не прибавило, наоборот, вырождение в сторону, ну как, в сторону животных, вот эти как, прорастание через них, вот эти вот педофилии, вот стремный вот этот батюшка, да, батюшка, он, значит, чем занимался там, девочка растлял, правильно, и так же и среди католиков тоже, почему, потому что основы, основы религиозной не те, то есть они не могут сдержать себя, они даже себя не могут сдержать, в плане вот этих страстей, о которых говорит, все время говорит Нил Сорский, да, Нил Сорский, это у нас есть ролик, пойму, значит, изделий человек, все время повторяю этот ролик, изделий человек, инструкции по применению, вот, этот ролик обязательно надо посмотреть, потому что это основа, ну, любой религиозной практики, если это не пройти, это не знать, если церковник не сможет себя, как вот, быть праздником, как скажем, Сергий Радыровский, или Серафим Саровский, ну, тогда он просто не нужен, он просто не нужен, мало того, что не нужен, но он вреден политически, экономически и социально, особенно социально, вот таким образом. Всего доброго, до новых встреч, слава Пифагору, почему, потому что Пифагор, он же будет всегда, вот религии, они все там, даже будет, все религии исчезнут, будет общество ровненькое, и все будут довольны, сыто одеты, обуты, и, как говорится, и работать на благо ближнего, на благо общества, не будет у нас вот этого всезипа труда, который мы сейчас вот делаем, всезипа в труд, а что мы вот добываем, там, в Казахстане, редкие металлы, потом, во что мы их превращаем, вот в эти стаканчики, бронзовые стаканчики, вот латунные стаканчики, туда набиваем пороху, опять же, до вещества, да, потом начинаем стрелять, это раз, расстрелить то, что мы собрали, мы расстреливаем опять, распыляем в пространстве, или вот эти ракеты, там же, сколько же этих ценных, ну, это жуть, сколько стоит вот эта ракета, миллион, одна ракета, вот эта, ну, допустим, какой-нибудь там у них, циркон, да, сколько он стоит, вот, и, а еще побольше ракет, которые запускаем мы в воздух, портим, и портим мы эндосферу, там мы загрязняем многими телами, которые потом падают сюда же, а падают они, там же содержатся и радиоактивные вещества, которые в батареях-то, долгого применения, электробатареях, есть же вот эти, на основе радиоактивных веществ, электричество добывать, вот, и это все падает на землю, опять все распыляется, и опять надо собирать, опять это все очищать, опять заводы работают, сизифу в труд, мы видим, и у нас вот это, президенты, они все сидят, сизифы, и мы все огромные усилия человеческие тратим, на вот это вот, то, что потом фуг, и вот фейерверк получился, получается, фейерверк простой, на фуг, все, тратим на фуг, а человечество, в принципе, как говорится, человеку ничего не достается, он просто является как роботом, вот в этом процессе, сизифу в труда, называется роботом, и смотрите, ведь везде же нужно вот людей, сколько много тратится людского капитала, людского капитала, говоря грубым, как говорится, империалистическим языком, вот этот капитал тратится, и все без толку, пользы никакой, всего доброго, до новых встреч, ну надо нам как-то, ума что ли прибавить, вот есть же у нас такая икона, прибавление ума, вот давайте и помолимся, может быть, ума прибавится к нашим руководителям, что сизифу там, в Кремле сидит сизиф, глав, главнач сизиф, и так далее, всего доброго, до новых встреч, слава Пифагору!